Очередной триумф петербуржца. Всегда приятно начинать тему с этих слов. Леонид Волков стал чемпионом мира по танцам в аэротрубе. Мы все знаем, как выглядит это устройство. Некоторым даже удалось полетать. Но что там можно танцевать, даже сделать это фантастически красиво, знают немногие. И сегодня мы все подробно расскажем в нашей программе. А моя коллега Полина Злобина испытала вот эти воздушные восходящие потоки и очень впечатлилась. Смотрим. На самом деле ощущения после первого полета просто невероятные. Хотя я уже твердо стою на ногах, по телу до сих пор идут мурашки. Но, конечно, после одной тренировки, тем более такой короткой, невозможно научиться ни одному профессиональному элементу. Фрифлай, фристайл, динамические полеты, акробатика. Для того, чтобы стать профессионалом в одной из этих дисциплин, нужны годы тренировок. На желающих попробовать себя в этом виде спорта с каждым годом все больше. И хотя профессиональные соревнования по танцам в аэротрубе проходят всего три года, спортсмены надеются, такой вид спорта станет олимпийским. Полина Злобина, Анастасия Карибская, Олег Марков, Петербургский дневник. Ну вот, посмотрели мы, как это происходит. А у меня в гостях Леонид Волков. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рад приветствовать победителя Уиндгеймс зимних 2016, номинации «Артистический фристайл». Гость нашей программы. Это первый успех подобного рода для россиян и для петербуржцев, что прежде всего. На самом деле, вообще Россия очень славится известными флайерами. Флайеры – это люди, которые занимаются небесным спортом. И Россия, как правило, всегда выигрывает все соревнования. Но это наверху, это когда вот там они в воздухе, а в трубе я не сталкивался. Или вы, а ведь вы не просто человек, который сконцентрирован исключительно в выступлениях, вот в трубе. Вы же, наверное, экстремал по душе и по жизни. Нет, я с детства хотел быть летчиком и парашютистом. Но парашютисты для меня были люди, которые как супергерои были. Я думал, что я буду заниматься всем, чем угодно, только не прыгать с парашютом. Я сейчас перебью. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Это выступление Леонида. Я когда увидел, от начала до конца... Ну, во-первых, жалко, что нет музыки, потому что вы шикарно выбрали вот этот музыкальный ряд под свое выступление. Знаете, все, приходя в эти трубы, они на самом деле взлетят, подержатся, а вы ходите, бегаете, посмотрите. Может быть, даже есть смысл на большой экран выдать это все, это большое, посмотреть на самом деле. А вы комментируете тем временем вот это все. Вот. И музыку можно добавить. Но это же очень сложно, нет? Когда это умеешь, это приятно. Да? Да. Когда этому учишься, это сложно. Это, так понимаю, долгие-долгие тренировки. Многие еще говорили, что у вас есть возможность, потому что у вас есть место, где можно этим заниматься. Да, разумеется, есть вот некая наша аэротруба, PlayStation, и где любой может научиться при большом желании, так ли так. Ваши главные конкуренты, 18 стран, все-таки участвовали в этом конкурсе? Ну, будем считать, что так. Кто в вашей главной конкуренте? Был очень сильный спортсмен из Канады и из Польши. Это то, что я отметил. Ну, а что сами люди говорят, организаторы, кто судил, кстати, у вас? Что это за... Судьи, значит, была профессиональная танцовщица, организатор соревнований тот, кто все придумал. Вообще музыку совместить с движениями в трубе и провести тренировки, соревнования по этому поводу. И некие известные по миру флайеры, которые уже не раз выступали на соревнованиях и занимали почетные места. Это третий по счету соревнований, если на память не изменяет, да? До этого нам успехов такого не было. Нет, ну, на самом деле, в трубе уже очень много было соревнований. И у нас, и по миру. Я имею в виду такого вот централизованного. Так как это были первые музыкальные соревнования, поэтому образовался такой эффект, такая бомба. Потому что это является открытием новой эры. До этого все это было не мое кино. То есть вам не хватало музыки, вы хотите сказать? Да. То есть чтобы был элемент шоу, в трубу нужно добавить музыку. Музыку. Тогда будет шоу. Понятно. В трубе очень громко. Как вы слушаете музыку? Как вы чувствуете? Я сделал себе специальные индивидуальные беруши, которые я вставляю, закрываю неким силиконовым... Я не взял, правда, чтобы могу показать, да? Ну, я догадываюсь. Некими силиконовыми такими подушечками, одеваю шлем и, в принципе, достаточно хорошо слышно. Но я сейчас уверен, что так как эти соревнования прошли на ура, кто-нибудь изобретет хороший-хороший шлем. Так можно, наверное, с наушниками это делать и слышать то же самое, что ты слышишь. Нет, лучше, у меня есть идея, да, по производству специального шлема. А, то есть вы еще и нововведения какие-то сейчас будете делать после этого, да? Аэротруба, я так понимаю, это не только одно увлечение, да, что еще помимо того, чем любите заниматься, я знаком с вашими, ну так можно назвать, коллегами. Все виды экстремальных прыжков с каких-то высоких зданий, парашют, свободное падение. Нет, после того, как я начал заниматься артистическим фристайлом в трубе, это стало одним из самых моих любимых направлений. Еще прыжки на батутах. Батуты, да? Ну, это, в принципе, наверное, что-то такое совмещающее. Возможно. Одно из другого. Вот так вот. Понятно. Я, когда посмотрел вот на все на это, понял, что это достаточно зрелищно, и это может, ну, если не продаваться, то хотя бы может организовываться с большой точки зрения. И не случайно многие спортсмены говорят о том, что это можно даже какие-то олимпийские игры подобить сделать. Я скажу вам, что это очень зрелищно. Очень зрелищно. По мере развития технологий будут строиться все больше и больше труб, большего размера. И в, так сказать, в 3D, танец в 3D, он будет через некоторое количество лет самым популярным видом спорта. Я так считаю. Да? Да, это мое мнение. А ведь для чего такое аэродинамическая труба? Она как раз была создана для того, чтобы исследовать воздушные потоки. Да, она была для того, чтобы исследовать сначала крылья самолетов, потом в ней испытывали снаряды. Автомобили. Да, и потом, опять же, мое мнение, что кто-то... А это случайно произошло или как? Кто-то случайно подумал, а полетай-ка я тоже. Зашел, полетал, так родилась идея построить трубу для тренировок. До 130 км в час способен разогнаться и оторвать человека в этой аэротрубе в воздух. Это достаточно опасно, давайте так. Были проблемы? Так, во-первых, не до 130 км. От 200, как правило, люди взлетают от где-то 190 км в час, и наша труба, она развивает скорость до 300. До 300 даже? Да, до 300. Так вот я хочу сказать, насколько это опасно? Доходить по земле тоже опасно. Можно поискользнуться и упасть. Потрясающее хладнокровие. Леонид Волков, член мира по акробатическому фристайлу в аэротрубе, был гостем нашей программы. Спасибо большое за разговор. Сейчас перейдемся на несколько секунд. Никуда не выходите. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова